Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня 16 февраля, четверг, и мы начинаем наш утренний брифинг. Сразу же перейдем к главному событию этой недели. Безусловно, этим событием стало укрепление российского рубля. Вот сегодня мы очень подробно разберем, что же стало причиной этому движению, а также сделаем несколько прогнозов и разберемся опять же с тем, что нам ждать дальше. От курса отечественной валюты и политики ЦБ России, потому что именно это сейчас влияет во многом на курс рубля. Итак, что же мы видим, почему происходит укрепление российской валюты, когда, казалось бы, нет каких-то фундаментальных серьезных факторов для этого укрепления. Причин тому можно отметить несколько. Вот в данное время многие эксперты связывают рост курса отечественной валюты именно со сделками Carry Trade. Мы помним, что в России по-прежнему очень привлекательная ставка по депозитам, в том числе валютным депозитам, и, безусловно, стратегию Carry Trade никто не отменял. Мы хотим напомнить вам, что эта стратегия предполагает использование стран с повышенной процентной ставкой для хранения своих средств и инвестиций. То есть, если мы заимствуем свои суммы в странах с более низкой ставкой и вкладываем их в те страны, где ставка по депозиту является более высокой, то, конечно же, мы получаем доход просто, что называется, из воздуха, не совершая никаких действий и прямых сделок с какими-то активами. И, безусловно, это один из самых простых способов использовать те макроэкономические данные и факторы, которые существуют в любое время. И вот сейчас на волне позитива мы знаем, что в моменты, когда в целом финансовые рынки, что называется, дышат позитивом, стратегия Carry Trade используется гораздо чаще, потому что, опять же, нужно учитывать и ситуацию в самой стране, в которой мы размещаем эти суммы. Поэтому, безусловно, сейчас можно отметить и некое изменение конъюнктуры российского рынка в целом, что также влияет на укрепление курса именно российской валюты. И вот, на самом деле, если мы посмотрим статистику и отчеты по сделкам Carry Trade, то заметим, что в последние месяцы их стало значительно больше. По сути, это и становится определяющим фактором при пробое уровня поддержки, который мы видели на протяжении всего прошлого года. Он держался. Мы видели, что курс находится выше 60 рублей за доллар. И вот сейчас мы все-таки наблюдаем, как мы стремительно отходим от этих значений. Что еще влияет сейчас на курс российского рубля? Это, прежде всего, позитив на рынке нефти. Мы уже неоднократно обговорили с вами о том, что с нефтью можно делать сейчас все, что угодно, но только не продавать. Если мы посмотрим на график по нефти, то сейчас мы увидим там сужающийся треугольник. Это фигура графического анализа, который, конечно же, позволит нам открыть сделку с очень правильными параметрами риск-менеджмента в самое ближайшее время, учитывая, что пробой одного из уровней, либо поддержки, либо сопротивления состоится уже в ближайшие дни, возможно, даже сегодня, учитывая то, каким маленьким является расстояние между этими уровнями. И вот, на самом деле, вчера мы увидели вновь ужасные данные по запасам нефти. Они вновь сильно выросли. Выросли вторую неделю подряд, причем значительно больше, чем ожидалось экспертами и аналитиками данной отрасли. И, тем не менее, это никак не повлияло на нефть и на ее продажи. Более того, мы остались в том диапазоне, который сейчас рисуется. И, на самом деле, подобное поведение, такой сценарий, он характерен для следующей ситуации, когда крупный игрок пытается набрать позицию именно на покупку и думается, что именно подобную ситуацию мы и наблюдаем. И вот в случае закрепления выше отметки 56.30 по нефти можно будет покупать, причем сделать это можно достаточно агрессивно, с коротким стоп-лоссом и взять объем даже больше, чем обычно. Несмотря на то, что мы рекомендуем чаще всего использовать консервативный объем, вот в этом случае, пожалуй, сделка будет весьма интересной и можно будет взять даже максимально допустимый для вашего капитала объем позиции по этому инструменту. Опять же, все идет к тому, что в самое ближайшее время мы увидим закрепление выше отметки 56.30 и это будет означать то, что не за горами будет отметка 57 долларов за баррель, то есть уже очень скоро будет обновление максимальных значений. Но опять же, если не произойдет чего-то неожиданно нового, потому что все то, что мы наблюдаем в последние недели и даже месяцы, способствует тому, что мы увидим рост нефти. Опять же, те негативные факторы, которые могли бы повлиять на рынок черного золота, сейчас никакого влияния на него не оказывают вовсе. И даже тот негатив, который появляется, он очень быстро выкупается и мы видим дальнейший рост. Вот опять же, нефть также влияет на поведение российской валюты и способствует укреплению рубля. Что еще можно отметить? Мы выделили уже два фактора, которые влияют на рост российской валюты. И здесь еще можно поразмышлять о том, как изменилось экономическое положение в России. Мы привыкли пессимистично оценивать состояние российской экономики и часто ругать наше правительство. Основания для того, безусловно, есть, но нужно помнить один очень важный фактор, который оценивают именно иностранные инвесторы. Мы, находясь в условиях российского рынка, можем не замечать именно те причины, на которые обращают внимание именно иностранные инвестиции и крупные западные деньги. Прежде всего, это внешний долг страны, учитывая то сейчас, как перегружены долгами ведущие экономики мира, будь то Япония, еврозона, либо в особенности Соединенные Штаты Америки, нам очень приятно осознавать, должно быть так, по крайней мере, то, что внешний долг России является относительно низким и в разы, во многие разы меньше аналогичного показателя ведущих западных экономик. Безусловно, это является важным плюсом и при прочих способствующих факторах, то есть там просто не должно быть отталкивающих каких-то моментов, это, конечно же, является стимулом для того, чтобы вкладывать в российские активы. Опять же, и сделки Carry Trade, и вот ситуация с общим деловым климатом, она крайне быстро может поменяться, достаточно будет каких-то нескольких действий, либо публикации, статистики для того, чтобы эти деньги очень быстро ушли из нашей экономики, но вот пока предпосылок для этого нет и все идет к тому, что и объем сделок Carry Trade может увеличиваться, а также может увеличиваться и объем вложений в российскую экономику со стороны западных инвесторов. Помимо внешнего долга, нужно вспомнить, что у России довольно серьезные есть резервы, в том числе валютные, хоть и валютные резервы были несколько потрачены в последние годы, и сейчас нужно отметить, что ЦБ вновь приступил к закупкам валюты, да, мы это чуть дальше сейчас обсудим, но тем не менее мы вспомнить должны, что у нас существует резервный фонд и фонд национального благосостояния, это те запасные наши резервы, опять же, которые будут использованы, безусловно, в этом году, но вот что интересно, ожидалось, что в 2017 году, то есть уже в текущем периоде, эти резервы будут полностью потрачены на исполнение целей федерального бюджета, но вот эти цифры несколько были пересмотрены в относительно недавнем прошлом, буквально в январе, и сейчас уже благодаря новой методике и новому бюджетному правилу, которое разработала ЦБ и Минфин, ожидается, что эти резервы будут еще находиться в расположении ЦБ до 2019 года, то есть на два года дальше эта перспектива, нежели изначально планировалось. Конечно, это серьезный позитив для российского рынка в целом, потому что это будет означать исполнение, опять же, целей бюджета и социальных расходов в течение этого года и, возможно, последующих. Поэтому это, конечно, является хорошим сигналом для, опять же, западных инвесторов, и нам тоже стоит обратить на это внимание. Вот, опять же, те причины, которые сейчас влияют на столь стремительное укрепление курса именно российского рубля. Все это довольно зыбко, мы уже отмечали сегодня, что западные деньги могут быстро прийти, а могут быстро и уйти, поэтому здесь нужно быть довольно осторожным и по-прежнему мы помнить должны, что для России сейчас крепкий рубль – это не самое лучшее, что может быть. Все-таки наш бизнес постепенно адаптировался к политике импортозамещения, плюс мы по-прежнему экспортируем, пусть и, скажем, сырье, да, прежде всего, но являемся экспортной экономикой, поэтому, опять же, курс сильный нашей валюты не так полезен будет для экономики в целом. Вот это тоже может быть фактором. И, конечно, самое главное, о чем стоит помнить на протяжении всего этого года – это запланированные повышения ставки со стороны ФРС США. Опять же, нужно всегда держать в голове при открытии практически каждой сделки вот в этом году, особенно долгосрочной, то, что повышение ставки практически неизбежно. И сейчас мы тоже это обсудим, несколько позже. В любом случае будет повышение ставки два раза, об этом говорилось. И в начале года, и вот в ходе своего выступления перед Конгрессом в США, Джанет Йеллен на этой неделе, напомню, выступала перед Конгрессом и давала свою оценку экономическому положению штатов, а также обозначила те действия, которые она считает помогут штатам в текущем году. И вот одной из ее целей и целей ее ведомства является именно повышение процентной ставки в текущем году, причем сделано это, может быть, далеко не один раз. Некоторые голосующие члены ФРС считают, что можно поднять ее даже и три раза. Вот сейчас, я думаю, вы помните, что в Соединенных Штатах Америки считают многие вероятности, в том числе есть данные по вероятности повышения ставки ФРС в марте, то есть в ходе ближайшего заседания. Так вот, в течение этой недели вероятность повышения ставки увеличилась с 32% до 46%. И, конечно, способствовало этому и выступлению Джанет Йеллен, и тех, опять же, голосующих членов ФРС США, которые принимают решение по процентной ставке в этой стране. Но вот что интересно, в ходе вчерашнего своего выступления уже перед журналистами, в ходе пресс-конференции, Йеллен допустила такую фразу, как разочаровывающие экономические показатели. Вот это очень интересно, потому что буквально позавчера, в ходе выступления перед Конгрессом, она говорила совсем другие вещи, и говорила о том, что в целом ситуация довольно стабильная, и тем не менее, допустила такую фразу в ходе вчерашнего выступления, как считают многие, именно это ее высказывание. И также слабые данные по промышленному производству, опубликованные вчера, повлияли на движение по евро-доллару и фунт-доллару прежде всего. Мы могли видеть, как в ходе европейской сессии европейские валюты, ну и британские, да, тоже росли, но вот в ходе американской, прошу прощения, наоборот, снижались, но в ходе американской сессии они отыграли те движения, которые были утром и днем, и это связывают именно с, опять же, заявлениями из Америки. То есть, так или иначе, мы сейчас находимся в такой ситуации, когда факторы Европы и Британии практически не оказывают влияния на рынки, и все так или иначе завязаны на новостях из США и обращают внимание лишь на эти данные. Каждое заявление политиков штатов расценивается как призыв к действию, да, и вот опять же нужно учитывать это в своей торговле. Что нас ожидает сегодня? Прежде всего, будут данные по строительству и данные по деятельности ФРБ Филадельфии и США. Мы не ожидаем какой-то волатильности повышенной в ходе этих новостей. Вот на наш взгляд, куда более интересным будет, будет даже публикация протокола ЕЦБ, и потому что будет понятно, опять же, текущее положение дел в еврозоне. Оно и так для многих не является секретом, все там не так хорошо, как могло бы быть, но тем не менее, вот сейчас много вопросов вызывает именно политика еврозоны по выкупу своих облигаций. Как-то мы рассматривали тоже этот важный момент, то, что дальше так продолжаться не может. Те меры поддержки, которые выбрал ЕЦБ еще несколько лет назад, а именно покупки гособлигаций, и тем самым накачивание экономики ликвидностью, то есть деньгами, дальше продолжаться не может в силу ряда факторов. Прежде всего, самих доступных бумаг для выкупа уже не так много. И вот, опять же, сегодня прольется свет и на эту деталь. Поэтому ожидаем, конечно же, публикации протокола ЕЦБ. Но в моменте может спровоцировать импульсное движение, в том числе и информация по объему строительства жилья в Соединенных Штатах Америки. Поэтому также призываем вас последить еще и за рынком именно в момент данной публикации. Отметим, что евро вчера впервые за 5 дней закрылся в зеленой зоне. Как уже мы сказали, сейчас утреннее и дневное снижение было компенсировано в ходе американской торговой сессии. Но если мы посмотрим на более старшие таймфреймы, например, на H4 по евро-доллар, то увидим, что нисходящий тренд там просто бесспорным является. И все же вчера удалось евро закрепиться несколько выше этого нисходящего канала. И если сегодня пара удержится выше тех отметок, которые удалось закрепить вчера, то мы сможем увидеть, возможно, даже локальный разворот и дальнейший рост в течение ближайших дней. Хотя в целом бесспорным является долгосрочная сила американской валюты. И думается, что этот год, как предполагалось изначально, пройдет под знаком доллара. Опять же, нужно держать в голове заседание ФРС в марте, потому что уже в марте, вероятнее всего, будет повышена ставка в США, что спровоцирует локальный обвал и по евро, и по британской валюте. Что касается британского фунта, то мы тоже должны обязательно сказать несколько слов про эту валютную пару. Он вчера также пристановил снижение в ходе именно американской торговой сессии. И там сейчас довольно интересная ситуация формируется. Мы видим, как есть сильный уровень сопротивления, то есть тот, который давит сверху на цену валютной пары. И при этом после серьезного снижения вчера был такой же серьезный выкуп фунт-доллар пары. Поэтому в случае, если мы закрепимся сегодня выше этого важного уровня сопротивления, который очень хорошо заметен на часовом графике в первую очередь, то также можно будет открывать сделку с довольно коротким стоп-ордером, сделку именно на покупку и рассчитывать на дальнейший рост по этой валютной паре. И опять же мы говорим именно про локальные движения, то есть это перспектива от нескольких часов, то есть сделка внутри дня, до нескольких дней максимум. Потому что в целом сейчас, повторюсь еще раз, сила доллара является, пожалуй, незыблемой. И мы обязательно увидим еще дальнейший рост именно американской валюты, попросту в силу того, что ставка будет повышена не в марте, так и в июне, либо в одном из следующих заседаний ФРС. На этом, пожалуй, сегодня все. Всем успехов в торговле. Увидимся совсем скоро. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok